Всем приветик! Сегодня 31 мая и завтра официально начинается лето. Артем уже пришел с работы и там у него какие-то проблемы с какими-то почтами, с работой, в общем, решает даже со мной не разговаривать. Котлетки, буженинка, салатик, сейчас там макарончики, там мне уже пишут. Буженина, борщ, макароны, котлеты, блинчики. А что-нибудь еще будет? Вы серьезно? А ну перечислите, пожалуйста, что вы едите каждый день. Держится, не курит, очень хочет подарок. Видите, он очень занят, даже не реагирует на подарок. Слово подарок. 6 тысяч гривен, подарок. Новая катушка. Зачем такое говорить? Ну как это зачем? Чтоб все знали, какой нужен стимул мужчине, чтобы он бросил курить. Хорошо, можно покурить. Только денежный. Нет? А, можно. Я разрешаю. В случае, если он покурит, то тогда он мне примерно на такую же сумму мой подарок покупает. Да? Темушка? Да. Всем приятного аппетита. Попейте воды, не сутультись. А то, что вы там сутулились в три погибели возле телефона. Надо спинку выпрямлять. Вот так вот. А ну так хорошо сразу становится? Попробуйте. Какая же это удобная ложка для макарон. Боже мой. Это же решает вопрос вообще накладывание вермишельки. Вернее, спагетти. Что скажешь? Что не надо, чтобы оно стояло там целую ночь. Оно туда не такое сухое. Да? А оно там и не стояло целую ночь. В духовке имею в виду. Не стояло оно там целую ночь. А, да? В этот раз нормальное? Приятного аппетита. Та-дам! Что такое? Просто снимаю, как ты втыкаешь. Дай мне вилочку, пожалуйста. Пожалуйста. О, мы уже научились говорить. Пожалуйста, Сова. На себе. И ложечку, и вилочку. Раньше, знаете, как Артем говорил? Он так говорил. Вилка. Кетчуп. И я кидала санесла. А потом вспомнила, что это такая привычка у львов. У меня у Маши в детстве такая тоже была привычка. Подать мне, пожалуйста, хлеб. О, дальше. И мама бежит. В ту сторону пальца. И мама бежит. Потом она начала говорить и начала произносить слово. Зачем мама должна сейчас побежать? Но она не произносила, типа, мама, подай, пожалуйста, вот это. А Дурза, кетчуп, хлеб. И Вика такая, чух-чух-чух, по кухне. Ну, вот. Мы начали это менять. И у меня успехи. У нас успехи. Сейчас опять напишут. Вы влазите в личное пространство, еще на весь YouTube об этом рассказываете? Согласен. Рассказываем на весь YouTube, потому что мы блогеры. И снимаем про нашу жизнь. Именно поэтому вы нас и смотрите. Потому что мы рассказываем про наши проблемы, про наши трудности, про наши хорошие какие-то перемены, плохие. И именно поэтому смотрите. Мы на это подписались осознанно. Вот, подтверди. Ты тоже. Нет. Да. Нет. Да-да-да. Это он так, на камеру говорит, нет. Снимаем контент для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы рассказываем все как есть. А еще мне не нравится, когда Артем цокотит ложкой по тарелке. Просто. Он когда быстро ест и спешит куда-то, он... Такое ощущение, знаете, что в столовке в такой савдебанской сидишь и все спешат на работу после обеда. Вот. Ну ничего, это тоже исправимо. Всем приятного аппетита. Извиняюсь, у меня сегодня такое настроение. Я надеюсь, вам нравится. А мне не нравится, когда мне в рот заглядывают. И что мне сделать? Ты на меня не обижаешься? Обижаюсь, вырубай свою шарманку. Ну не обижайся на меня. Ну ты же тоже снимаешь меня там. Кто там? Заходите. Мамулечка приехала. Привет, улечки. Привет. А я только что улюбки. Какой суп ела греческий. На канале у Людмилы Капусты. Там отдельно подается рыба, отдельно подается овощи, там зелень. Короче, вот это вот во всю. Короче, заморочки. Ну, заморочки, конечно. Но, тем не менее, очень интересно. То есть ты в этот суп уже можешь покласть то, что тебе... Покласть. Положить. Да. Фук с этим положить и покласть. Это ужас. Сколько можно меня хамить? Это... Там какая-то... А я сама до сих пор пугаю. Там какая-то девушка, ну просто ей... Ну, я понимаю, что может быть филолог. Ну... Принципиально важно, чтобы ты говорила правильно. Ну так же ж я не могу ж всё ж так сказать. Ну... Да, у меня она тоже пишет, я думаю, это одна и та же. У неё просто лучше всё время в трубочку скручивается. Да, да, да. Если так, то это безграмотно. Это... Ну, взялись снимать, так хоть научитесь правильно разговаривать. Ну... Мы можем правильно писать, понимаете? Потому что, когда пишешь, есть время подумать. Ага. А вот с разговором сложнее. Дело в том, что не всегда есть время подумать. Я вот иногда пишу, просто тр-р-р-р там всё... Нет, ну понятно. Да, я как написала кроссовки, знаешь, что там было? Да, я видела. Это ж просто с разбега. Я понимаю, что на всех языках, на английском, на кросс. Ну, в башне ничего не держалось. Просто так, знаешь, от фонаря. Кроссовки. Кроссовки. Купила кроссовки, всё, мне радостно. Так, котлеты будешь? Нет. А буженину? Попробую. Я просто столько досмотрелась на твою буженину. И что, не пробовала? Не, ну ты ж когда-то приносила. Ну, всё, пошли пробовать. С такой скоростью. Никак не дадут Артёма поесть. Сейчас я тебе стульчик. А что мне Вика сказала? Говорит, хочешь попробовать буженины? Я просто обхохоталась. Потому что буженину, Вики, можно попробовать всегда. Да. Что же ты, Виктория? Что бы все так жили? Что же ты, Виктория? Можно всегда буженину попробовать. У тебя на холодильнике всегда только божь и буженина. Всё, жрать больше не жрать. Теперь ещё блинчики добавить. А, блинчики добавить. Мне вот просто интересно, люди, которые это пишут. Вот у них разнообразие какое-то. Да, да, яичница. У них котлетки вот ещё есть. Смотри. Мам, ты понимаешь? Борщ и буженина. Смотри. Мам, боже мой, так вкусно. Вика, я не знаю. Это что, просто такая... Да, просто мякоть. Вырезочка мякоть. Мякоть называется. Мякоть говяжья. Угу. Ну, обалдеть. Это можно есть. Да. Мне надо это обязательно сделать, потому что Саша у меня ест колбасу. Я уже не знаю, что делать с этой колбасой. Это кошмар. Ну, вот это кусок мяса купила, посолила, поперчила, чеснок вовнутрь запахнула. И вместо колбасы. Да. Я беру вот этот соус, ну, в банке. Ну, я бы не делала. Краснодарский. И туда просто наливаю. Всё. На полтора часа в духовку 170. 170. Да. Очень вкусно. Просто. И удобно потом ты себе вытащила, нарезала её вот так в контейнер. Ну, да. И в любой момент, вот тебе, пожалуйста, на бутерброд, даже на хлеб там с огурцом и с кетчупом положила и классный бутик. А ты котлетки мои видела на хлебушке? Нет. Так посмотри. И подписчики выкинули. Зайдите и посмотрите, у меня три вида котлет с одного фарша. Ага, хорошо. Это очень вкусно. Мне мои пишут, уже все там, ну, очень многие попробовали, все пишут, да это вообще супер рецепт. Две минуты, это быстро, это классно, не надо никаких булочек, ничего туда не надо мять. Ну, это просто. Класс. Как называется видео? Видео называется «Три вида котлет из одного фарша». Ага. Класс. Хорошо. Посмотрю. Посмотри обязательно. Сейчас хочу показать маме яйца улиток, которые у меня тут нарожались, чтобы она прозрела. Садись. Ого. Слушай, так как бы здоровые какие. Да. Мне кажется, таких еще не было. Вот уж. Слышишь, так это и улитки же будут. Ну да, от яиц же очень много зависит. Боже, капец, какие здоровые яйца. Я буду снять видео, буду пересчитывать, сколько их здесь ложечкой. Ну, там есть, смотри, там есть и поменьше, конечно. Да, есть побольше. Ну, будешь выбирать. Не, ну вот эти огромные, так ничего себе. Да. Смотрите, сколько их здесь. Нормально, да? Как думаете, сколько штук? Я буду пересчитывать на Джесс Лайф Пэтс на канал. Ничего ей в этой жизни не надо. Кидай палку. Ну, вот я кидала палку. Бросаю, летит через бугорок. С этого бугорка прыгает. Ну, я так понимаю, что она вот со всего разгона прыгнула на эту палку. Ну, либо в песок вот так лапами. В общем, визг падает на бок. Это надо было видеть, конечно. У меня сердце останавливается. Падает на бок, вот так лапа. И ай, 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 просто скулит капец. Я подскакиваю. Начинаю за эту лапку там ее трогать. А она вот, кэтиш, да, попробуй полечить. Она же вырывает. Это сегодня на прогулке? Да нет, вчера. Вчера. Падает на бок, эту лапу держит. Я начинаю ее там за эту лапку трогать, зная, что кэтиш, она же, ты шок, не дотрагиваться нельзя. А тут она прям голову вот так положила, эту лапу держит, пищит. Я эту лапу трогаю. Думаю, ну, все, капец, сломала лапу. Ну, что еще думать? Ну, да. Я же понимаю, она там и уколы делали, и все, и она никогда же не письмит. Ну, да. А это же явно, что собака плачет, лапу держит. В общем, я эту лапу помяла, начинаю ее пытаться поднять, чтобы попробовать она остановиться на эту лапу. Она села на эту лапу, встала, только на эту лапу опять ау, и вот так лапу держит. И что ты думаешь, я делала? Несла ее домой? Несла домой. Это на всякий случай, ты же знаешь, да, у меня 52 килограмма. А Кате 17. Я ее вот так под задницу, в общем, сюда на плечо она мне залавит лапами через верх, вот так, понимаешь, вот там у меня лежит, я ее тут под задницу несу, как ребенка. Ну, метров сто иду и понимаю, что все, я выдыхаюсь. Это, ну, давно я не носила столько впереди себя. Ну, мы так вспоминаю, телефон у меня в кармане. Надо ее как-то поставить, позвонить Саше. Пускай возьмет какую-то полотенце или там эту подстилку, чтобы ее туда положить и принести домой. Понимаешь, сколько у меня уже? И тут я понимаю, что у меня тут по плечу так, как будто туда поднимается выше. И тут у меня, когда так жопа виляет, и я поворачиваюсь, несется персик на своих длинных лапах радостный. Это и вдруг. И она его персик, это тоже бикинг, только как одиссонец. Он на высоких, он точно такой же, как Кэти, а красок, только на высоких ногах. Кэти на коротких, а он на длинных. Он на длинных ногах очень, и эти ноги парусно летят вот так. И у меня собака уже вся счастливая. Я на колени ставлю собачку, она на три лапы становится, это лапы сюда, персик ее нюх-нюх-нюх, она на... Раз, 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 и так вот. И поскакала дальше. Идет Вова, хозяин персика, я говорю, Вова, все, провожать нас домой, потому как у меня другого выхода нету. Или я ее буду нести, или персик будет с ней рядом идти, и она будет прикрамывая, да. И вот так мы, прикрамывая, пришли до самого дома. Она шла нормально, бывает, это, мы пришли домой, рассказываешь всю эту историю с Сашей, он говорит, ну, что, как всегда, суббота. Ну, да. Понимаешь? Это же обязательно должен быть выходной день или праздник. Как, куда, в ветеринарку куда-то надо где-то звонить, говорит, ну, давай подождем до завтра, посмотрим, что там будет. Ну, что, подождали до завтра. Она легла, часа два спала, потом встала и опять на лапу встать не может. Ну, я там снимала уже дома, у меня есть на канале, кто хочет, зайдите, посмотрите. Ну, это, конечно, ну, сегодня уже получит. Хромает, ну, я же нашла, что у нее, у нее явно палец поломан. Она вчера лежала, или поломан, или вывихнут. Она вчера лежала, мы же теперь, она же еще та подруга, она же знает, что она больная, и теперь ей все можно, она уже конфеты требует. Лежит там. Так и говорит, дайте конфеты. Да, она уже все знает, как смотреть, понимаешь, если я сейчас обычно скажу, а ну, марш отсюда, то тут же как. На подушке мы уже сидим, вот так лапу держим, все. Ну, то есть, еще и та подруга. Актриса. Актриса, да. Ну, и тут она лежит вот так на диване, я, значит, взяла за эту лапку, все трогает, трогает, трогает. Она спит, вообще никак не реет. И дошла до вот этих вот кучечек, знаешь, думаю, может, что-то вот куда-то попало. Начала вот так вот переминать, 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 дохожу до мизинца, раз, а да. Ау! Вот. И все, лапу назад. Я, ага, стой. Опять на это самое, начинаю трогать здесь, на это самое. Явно она вот в этом месте отдергивает. Ну, понимаешь, если бы был перелом, ну, наверное, бы пухло. Ну, собак. Ну, да. Вот я же говорю, что у собак может не так, как у людей. Ну, вот Вика у меня два раза палец ломала. Да, это я. И танцевала. Да, да. Три раза. Три раза. А, ну, да. Ну, мизинец же для того и создан, чтобы знать, какая. Я уже хотела их отрезать. Что ж такое? Я все время их ломаю. Да, да. Это, конечно, капец какой-то. Ну, что? Ну, сегодня ничего. Опять же, мы с персиком гуляли. Она встает, когда уже расходится. Она потом бегает, все нормально. Слушай, ну, это если ехать к ветеринару, то это же опять вот это у нее будет колбасня. Да, колбасня. Ну, я не знаю. Да, срастется этот палец, ничего страшного не будет. Она же к ветеринару, это же ужас. Да, у меня туда опять собака только в машину начала садиться. Я ее сейчас опять к ветеринару отвезу. Пусть лучше палец будет поломан. И здесь сделали стерилизацию, стерилизовали, и это был ужас. Это кошмар. Она в машину, вот это уже что, два месяца почти прошло? Угу. Месяц. Больше? Да, нет. Месяц? Да, месяц, да. Полтора. Ну. Полтора месяца, да. Уже заходит машина? Да, ну так это же ужас. Она к машине боялась подойти. Я только к машине, она вся вот так как козел упирается назад, потому как она вот этот весь ужас. Думает, опять повезут. Опять куда-то повезут, да. И это тогда, помнишь, мы когда ее возили, когда она оторванулась, ей уколов в задницу наширяли. Она боялась в машину садиться. Прошло, все нормально. Потом надо было, мне говорю, ну надо было такси вызвать. Ну какого я не сообразила, понимаешь? Взять, поехать на своей машине. И она, у нее такой перепух. Ну, все, вчера уже, позавчера они гуляли с Сашей. Я вечером ехала с работы, подъехала туда с ними, побегала, там поснимала. И уже к машине, машину открываю. Она так осторожненько, конечно, ну так жопой вели-вели-вели. Я говорю, давай-давай-давай, залазь. Она раз вперед села. И мы приехали домой. Радостно выскочила, то есть очень быстро. От этого дома красивого. Ты уже про красивый дом рассказала? Нет? Нет. Ладно, а то ты потом расскажешь. Скоро поедем с вами к нам на новую квартиру. Не, ну то, что новая квартира, ты уже сказала. Ну да. Ну это именно тот красивый дом. И это будет рядом со мной, рядом. Я всегда мечтала, что мы будем жить вместе. Я вообще хотела, чтобы вот тут вот у нас у соседей стенку проломать, вот, и выкупить у соседки квартиру. Выкупить у неё однокомнатная квартира. А, это получалась у нас кухня. Мы бы соединили две кухни, а у нас кухня на всякий случай девять с половиной квадратов, и там такая же. Да, и туда комната ещё. И туда ещё одна комната, ещё ванная, туалет. А, это вообще. Как это, такая была шикарная мысль. А у этой соседки долгов. Я не знаю, я думала, у неё квартиру заберут за долги. До сих пор не забрали. Нет. А у нас была мысль, мы ей выплатим долги и купим другую однокомнатную квартиру. И пусть. А что мы это не сделали? А, что-то такое нам помешало. Я тебе напомню потом, что. Да? Да. Да, хорошо, я не помню. Да. Что-то да. Кто-то появился у нас в жизни. А-а-а. Вот и всё. И накрылись все наши мечтания. Вечно эти мужики всё ломают все планы. Не говори, это кошмар какой-то. Ну, а ты потом замуж. А потом я, да. Ну, короче. Понятно дело. Ну, говорят, что женщины. Сдыхались от... Потом они сдыхались от тёщи. Да ладно. Да, слава богу. Так что, всё нормально разрешилось. Так, что-то я такое на чём-то остановилась. Я сбилась. Ну, Кэти в ветеринару вывести не будете. Не-не-не, Кэти в ветеринах растётся. Та нормально бегает, всё будет нормально. Всё будет нормально. Я думаю, что... Ну, да. Если она подвернула, даже сломала мизинец. Ну, шо. Ей же гипс не наложили, да? В любом случае это... Срастётся. Ну, скажет. Ну, поломанный. Ну, и дальше что-то. Ну, да. Больше будет гемора потом... Да-да. Давай ещё гипс наложим. Да. Вот у меня ещё собаки в гипсе не было. Так, короче, всё будет хорошо. Всё, ребята, всё будет классно. Да. Ты шо, сейчас дальше по гостям? Да, я сегодня лягушка-путешественница. У Люды была? У тебя была? Сейчас поеду к Сашке на кофе. У всех нажиралась. У Людки супчик этот греческий. Заходи. У Вики буженину, да? Да, мою любимую буженину. У Вики. А кто там у нас трясёт коленками? Да. Вот. А к Сашке поеду на кофе? Ну, привет, Липя, давай. Хорошо. Всё, ребята, пока. Поехала. Пошли покурим? Давай, я хочу, чтобы ты его соблазнила покурить. Тогда не я ему буду подарок дарить, а он мне. А? Так что, покурим? Нет. Дорого. Очень дорого. Так, Артём, приходите в гости. У меня тебе покурить можно. Ты же знаешь, да? Да. На рыбалке и у вас. По договору у мамы можно покурить. Правильно? Да, две сигареты. Так что, я поеду сейчас к маме, в гости попью кофе и приеду. Нет, только со мной. Мы можем заехать к подруге Саше. А, ну да. Я уже... Посмотрите, какой дождь идёт, да что же это дождь. Класс. Да, это ж какой-то кошмар. Ты думала хоть один день дождя не будет. Так, вчера по прогнозу не было. Да, вчера не показывала. А сегодня с утра уже показывала, что дочь. Да. Я с Кэти гуляла, боже, утром такая погода, такая красота. Прибегаю, звоню Вике, поехали, грибы в лес куда-нибудь. Ага. И мне тут же звонит Ира Чанчикова и говорит, у нас дождь полил. Не просто пошёл. А у меня, кстати, так и не было. А они же рядом с нами живут. А пролил дождь. Смотри. Постари, что делается. Капец какой. Рыбой пахнет. Да? Так может, это рыбный дождь? Рыбный, да. Или кости завонялись. Те, которые я... Ой, что-то я тебя давно ничего не выбрасывала из окна. Зато он тебя выбрал. Да. Как там наши галчата, варанчата? Они уже улетели. Разлетелись? Да. Разлетелись. Да, точно, нет уже. Мам, тебе какой больше понадобится? Вот этот? Или вот этот? Вот этот. Вот этот? Да. Ну, вкуснее. Да. Да. Ну, а если не про банан? А-а-а. Всё равно этот. Да? Да. Это что вы ладошечных карасей меряете. Ну, как это? Не, ну... Не, ну, лучше нет. Этим можно наесться. На. Вот этот, да? Да. Ты умеешь жонгировать, папа? Нет, я не умею. Ты меня учила. Помнишь, мы... Ты что, умеешь с тремя бананами жонгировать? Да, ну, видишь. Спасибо. Она и тремя яйцами умеет. Всё, всё, сдавай это. Так, мы помнишь, как мы учились когда-то на... Да, помню, на соревнованиях. На соревнованиях. Мама учила-учила жонгировать мячиками, так и не научила. А что мы тогда что-то... Яблоки. Да, точно, вспомнила. Так, всё, я уду от вас сегодня или нет? На. Дышь, 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 блядь, дышь. Всё хорошо, ты жив. Всё хорошо. Ты представляешь, что я мог бы, вот, если бы ты так бы делала, я мог бы вот так вот встань, я тебе покажу. Как? У меня могла произойти защитная реакция, я мог вот так поставить колено, и ты чулякой бы как далась. Да ты не успела ничего подумать. Да. Капец. Да, надо быть осторожней. Подписывайся на канал Маниктор. Вот так надо сказать. Давай. Нет, не могу такое. Да, надо. Давай, доготовьтесь. И подписывайся на канал В.Виктория.